Екатерина «Взлёт», можно сказать, новый сезон сериала про Екатерину Великую. Одна из главных тем вот этого сезона, которую я тоже стала смотреть, это подковерная борьба, интриги, попытки заговора, попытки сместить Екатерину тем или иным способом, причём эти попытки, они массируются разными группами, и появлением всевозможного рода лженаследников престола. Андрей, насколько это вот реальная была угроза, и насколько реально её чувствовала сама Екатерина и переживала из-за этого? У неё, конечно, была очень повышенная норма этой угрозы и тревожности по части посягательства на её власть, потому что, ну, очевидно, что причины и обстоятельства, по которым она сама пришла к власти, они давали повод для этого, почему войну, почему бы не повторить, да, так сказать, свергла мужа императора, значит, будучи, в общем-то, легитимной его женой, но здесь недостаток, знаете, таких вот продуманностей этих прав престола наследия сказались, потому что, скажем, вот в британской монархической практике есть, так сказать, такие вещи, которые сразу всем понятны, там, принц-консорт, да, то есть вот Альберт был принцем-консортом при жене королеве Виктории, и все понимали, что прав на престол у него нет, то есть он её муж, он отец её детей и всё такое прочее, но он не претендует, ну, точно так же, как сейчас Маунт, Бенский герцог, значит, муж уже в престарелом возрасте, королевская чета Британии, да, Елизавета Георгиевна, как её любят называть, значит, не претендует на престол, он будет, значит, дальше пойдёт вниз к сыну и ко внукам. А у нас было не прописано, что кому светит. Ну, и, кстати говоря, вот впереди те времена, когда, значит, это всё законодательство, престол наследия будет приведено в такую жёсткую норму. Это же при Павле уже случилось, да? Да, при Павле, именно при Павле, и точно так же, как он все штаты придворные тоже, так сказать, распишет по-военному, так сказать, по-пруссачески, 12 фрейлин, 12 камер фрейлин и так далее, и так далее, то есть всё будет таким штатом военного времени. То есть Павел понял, что его семейных историй хватило ему, да, и надо это в оканале положить камеру. И все это самое, как бы, так сказать, к чему привязан в данном случае, к этому порядку, Ордунг, ну, и он это всё и реализовывал во всех сферах жизни. Кстати, в этом фильме показано вот в юные годы отношение Павла, который, конечно, портретный сходство, так сказать, мало обнаруживает, но я вот лично здесь никакую претензию не формулирую. Смотреть приятно, да, давай пощадим чувство зрительности. А главное, что здесь показаны изначально вот ростки того отношения дружеского, действительно, братского к Алексею Григорьевичу Бобринскому, значит, который там мальчиком фигурирует, и вот для многих это вообще фигура совершенно. Это сын Екатерина. Потому что Екатерина была беременна этим ребёнком весной и летом 62-го года, то есть когда созревал заговор, и заговор этот был очевидным образом, что называется, смотивирован ещё и тем, что она сейчас родит вот ребёнка, который не вот государя, не от Петра Третьего, не от Петра Фёдоровича. Что все понимали. Что все понимали, а самое главное понимал, это прекрасный сам Пётр Фёдорович. Нет, а поясни, пожалуйста, а какая связь с заговором? И что родит, и что? Так нет, а что она родит, и что? И всё, и спасибо, до свидания. Он её уже там и застал, а в присутствии всех вот этих вот фрелиных придворных прогонял, и в спину бросал оскорбительные слова на прекрасном русском языке, немножко с немецким акцентом, да? То есть ей вообще ничего не светило в этом смысле. И, конечно, здесь многое сыграло в той поддержке, оказанной Екатерине в тот момент при дворе, и, в общем, очень такой широкой поддержке, можно сказать, всей, так сказать, элиты политической, тогдашней просто первые деяния Петра Третьего, который секретную полицию отменил, Преображенский приказ упразднил, значит, все вот эти вот, значит, спецслужбы разогнал, что, в общем-то, так сказать, как-то слабо вяжется со смотрительностью государственного деятеля, да? Вольность дворянству дал, чем посеял в народе, так сказать, ожидание того, что завтра будет и вольность крестьянам дана отмена крепостного права. То есть русские порядки и обычаи, все вот эти вот скрепы, да, значит, он разгибал. Разогнул скрепы, да. Пытал за полгода. И, в общем-то, в этом смысле, конечно, все одно к другому очень хорошо совпало. И вот обстоятельства личные, мы же об этом, вот личной жизни, интересов там нашептывателей, конечно, ну, любой царский двор, любое, так сказать, окружение императора или императрицы, это сонмище каких-то наушников, сонмище каких-то ходатаев по каким-то делам, лоббистов, как сейчас бы сказали, да, и в этом смысле каждый так или иначе проводит какую-то линию. И все это превращать сразу, как бы навешивать здесь вывеску, заговор, так сказать, было бы слишком сильно сказано. Интриги, да, вот интриги, да. В этом смысле, конечно, очень интересная вещь произошла, что, скажем, тот же Никита Панин, значит, не просто ньюсмейкер, а делатель политики, действительно крупная величина. И внутренний, и внешний? Внешний, в первую очередь, конечно, внешний. Все-таки это была эпоха, в которой Россия уже состоялась на европейской арене как держава. Это все-таки плоды развития, заложенные Петром Первым, они давали себе знать, и не случайно все вот эти вот фавориты. Екатерина, это уже орлы, да, а там были птенцы и гнезда Петрова, вот эта вот эстафета, эта, так сказать, преемственность, она очень хорошо даже на уровне вот этих образов, этих символизмов передается в русской истории, потому что это, во-первых, уже были, как правило, люди второго поколения, впитавшие из себя все эти петровские преобразования. Но сам по себе век, тут ведь об этом надо знать. Что такое 18-й авантюрный век, мошеннический, время, значит, когда сколачивают первоначальные капиталы, когда, значит, вот все пестрит какими-то Казановыми, вот, кстати говоря, вроде, ну, Джакома Казанова, да, какой-то литературный персонаж, вполне себе реальная фигура, которая и в нашем разговоре может при желании быть упомянута, вот, скажем, в одной из тех интриг и замыслов, которые вокруг молодой еще Екатерины на троне разворачивались. Был такой деятель по фамилии Матюшкин, за которого замуж вышла одна из фрейлин Екатерины Голицына, по-моему, да, или Гагарина, Гагарина, да, Гагарина Анна Алексеевна Гагарина. И вот это просто к разговору о том, насколько важны эти люди при дворе, кто они, зачем они вообще нужны, какова их роль, и, во всяком случае, свита, который играет короля, в данном случае, вот, и на примере Гагарина и Матюшкина, очень показательная вещь. Она была старше Екатерины, она, что называется, была приставлена к ней еще в бытности ее великой княгини, и она была, можно даже, условно сказать, подругой Елизаветы Петровны, и, в общем-то, ее миссия заключалась в том, чтобы как-то контролировать свою госпожу, получается, да, вот, что она, в общем-то, и делала, и это, в общем, совершенно понятно чисто по-человечески, когда по возрасту, значит, не девочка и почтенных лет императрицы, это одна система отношений, когда, значит, Фрейлина в возрасте уже, так сказать, и молодая императрица, и молодая, так условно будем говорить. Ну, вот, скажем... Так что там с Казановой-то? Так, сейчас перейдем к Казанове, через минутку, для начала, вот, была связь у Екатерины, одна из первых, с Захаром Чернышомом, почтальоном каким-то, который она хотела сделать вот Гагарину, и та, и публик, как вот, слух отказалась, сказала, что она не будет эти письма носить, и вообще это всё дело нестаточное, значит, участвовать она в этом не будет, и что ничего с ней не произошло, никто её не прогнал, ни в чём она не пострадала, значит, в этом смысле, вот, определённое, так сказать, чувство того, что я на службе, и, пожалуйста, не используйте меня, помимо каких-то... В личных целях. В личных целях. А вот когда возникла всё-таки тема, ну, потому что финал карьеры Фрейлина, это всё-таки замужество, да, ну, нужно так или иначе, так сказать... Даже если Фрейлина давно не молода. Да, ну, даже если замене женщины не молода, да, всё равно это смысл жизни, и какой-то, так сказать, социализация здесь и установки-то диктует, да. Вот она выходит замуж за вот этого Матюшкина, который тоже её моложе по возрасту, который при этом какой-то растущий царедворец и даже дипломат, и, в общем-то, человек Панина того же самого, и его, этого Матюшкина отправляют в Вену с тем, чтобы после революции, как она на самом деле и называлась, 1762 года, с оповещением, значит, Венского двора, с рассказом, ну, как бы, и с объяснениями того, что произошло, с замдоровой, очень ответственной миссией, да. С налаживанием связей, с прощупыванием отношения, как воспринут в этой крупнейшей европейской державе появление в России вот такого руководителя, таким образом появившегося. И что происходит на самом деле? Выясняется, что вот этот Матюшкин Дмитрий, он, Дмитрий, да, он щёголь, он красавец, он картёжник, у него он постоянно то выиграет, то проиграет, и не чурается, вот, следуя нравам сложившимся, там, и денежек занятия первого попавшегося, человек, с которым он в контакт вошёл, тогда возникает мысль, что не сделать бы его агентом влияние уже, соответственно, у австрийского двора, то есть он, что называется, загорелся синим пламенем, да, его быстренько отозвали. Второй случай, в котором он, ну, тоже как бы не отставили, значит, всё, он продолжал присутствовать, ну, благо, наверное, значит, здесь и Гагарина помогала тоже. Второй случай, это вот появление Казановы в 64-м или 65-м году в России, там я опускаю уже, ну, вот историю Казанова, как и что, где он, она, в общем, достаточно хорошо известна, и по классическим фильмам, и вообще по истории. Он приехал, кстати говоря, в Россию с идеей организации здесь Лотереи, то есть это была первая, так сказать, первая реинкарнация пирамиды какой-то, значит, финансовой, и хотел на этом деле, значит, подвязать к этому саму Екатерину. Вот, пожалуйста, тоже интрига, интрига, мы заработаем, да, вот такие вот вещи. Екатерина отказалась от таких, значит, вещей с этой лотереей, но контакты были, действительно, он там проводил какие-то сеансы, магии и прочее, прочее, и на всяких таких вечерах и сеансах с этим Матюшкиным познакомился, и, в свою очередь, Матюшкин предложил ему план, значит, обогащения за счет вот карточной игры. И уже настолько очевидно это откровенно пахло шулерством, что даже Казанова отказался в этот проект входить. Уж на что я молодец, но таких молодцов, как ты, да, я не видал. А это все, зная нравы того времени, это буквально иллюстрация известного анекдота о том, что джентльмены, когда играют в очко, значит, там, карты не вскрывают, верят на слово, ах, так, и тут мне поперло, да, значит, и тут-то вот он примерно так же действовал, вполне реальный Матюшкин. А давай поподробнее про Фрейлин поговорим. А вообще, кто попадал во Фрейлин и кто доставился этой чести? Ну, начиная, там, значит, с конца 60-х годов, с появлением Смольного института благородных девиц, с учреждения вот этого социального лифта или социального, в буквальном смысле, института Екатерины II, вот кузница кадров для Фрейлина, это Смольный институт. Это очень интересная тема, отдельно взятая. В Эрмитаже есть целая портретная галерея смолянок-выпускниц, потому что это было всё-таки какое-то новое явление в жизни социальное, потому что, ну, хорошо, с мальчиками, там, с юношами, понятно, значит, как одетский корпус, там, другие учебные заведения записали от рождения куда-то в полк, в общем-то, чаще всего военная служба, гражданская, ну, в общем-то, понятно, для чего надо учиться, для чего надо овладевать знаниями, чтобы, значит, состояться не просто в силу своих фамилий. В данном случае никакого реестра фамилий особенного не было, то есть смолянки это были девицы из, так сказать, из семей генералов, но могли бы эти родители не обладать никакими особыми званиями, то есть, так сказать, уже что-то значило при поступлении их интеллектуальный уровень, их способности, их таланты. И в этом смысле это было, что называется, лучшее из лучших по части, ну, каких-то, ну, не просто женских качеств, я скажу, а по части вот интереса. Да, человеческих и интеллектуальных тоже потенциалов. Вот тут уже Екатерина, находясь, но в таком зрелом возрасте, она просто уже как опытная наставница, как опытный педагог, она просто любовалась этими, значит, очаровательными существами, которые умели танцевать, петь, сочинять стихи, поддерживать обходительные разговоры и прочее. И вот особенно там про Нелидову она писала, что это, конечно, ну, просто существо, которое вызывает у меня трепет. Ну, как к дочери относилась. А Нелидову, вот это просто я не с потолка взял, хотя мог бы и другие имена назвать, она потом станет любовницей Павла Петровича уже во взрослом возрасте и достаточно активным участником и тоже, можно сказать, агентом влияния на политику Павла через что? Через то, что окажется, что она в хороших отношениях дружеских с Марией Федоровной, то есть вот с супругой Павла Петровича. То есть в этом смысле... Ну, там у них интересные были отношения. А при этом все знали, какие у них были отношения интимные с Павлом. Ну, о век там, значит, он равен. Хорошо, давай еще по формальным признакам. Какие вообще официальные обязанности, помимо того, что услаждать зрение, видимо, и слов комбиратрицы, что они должны были делать? Это нужно, да, ближний круг общения, да, какой-то интеллектуальный круг, какой-то круг повседневности. Во-первых, там целых семь при желании можно насчитать позиций должностных, которые введены были еще Петром Первым по табеле о рангах, обергов, мастерины, жены действительных тайных советников. То есть из этих семи три, это просто по факту того, что женщина является женой человека в звании тайных советников, она уже... Она фрейлина автоматически? Нет, она не фрейлина, она уже, так сказать, вот в этом ближнем круге лиц, которые при дворе вращаются, так скажем, так сказать, приходят не так на работу, так сказать, но могут всегда там быть. А вот все-таки фрейлина, это наиболее часто жалуемое звание, вообще само по себе определение или термин, появился в 1744 году, то есть в царстве Елизаветы Петровны. И, в общем-то, поначалу их было совсем немного. Самое главное обстоятельство, мы уже о нем сказали, что фрейлина, эта молодая девица, незамужняя, а по выходе замуж она автоматически отчисляется от двора. Ну, собственно, там этимология такая, и именно в этом и заключается, от немецкого слова, которое означает незамужняя женщина-девица. Вот камер фрейлина, это уже замужняя фрейлина, их вообще единицы обычно, там 2-5 человек было, и вот у той же Екатерины Великой было 3 камер фрейлины. Ну, статсдамы, гофмистерины, обергофмистерины, вот эти вот последние, они, пожалуй, были вот именно какими-то все-таки с элементами того, что это работа, чиновник какой-то придворный, да, потому что они должны были следить там за придворным дамским штатом, канцелярией, то есть вот бюрократия начинает вмешиваться в любое, так сказать, явление, и все превращается не то, что в свою противоположность, а все бюрократизируется какой-то казенный. А почему это нужно было? Да это же было всегда, собственно говоря, замените вот эти немецкие названия тем, что было до этого, мамушки, кормилицы, постельницы, и там то же самое, что и с мужскими должностями придворными, крафчи, стольники. Да, просто в нашем представлении фрейлины это та, которая носит записочки и шушукается, а на самом деле это те, которые переодевают, купают, стелят. Для этого есть настоящая полноценная прислуга, что называется. Ну, это же, конечно, на первый взгляд смешно выглядит, но на самом деле всем понятно, что и при всех дворах, и еще в предыдущей эпохе сложилась система, что это просто звание некое, постельничий. Этому постельничему самому постельку стелят там есть слуги и прочее. И в этом смысле интереснее разбирать то, как на этом месте одном и том же разные люди по своему возрасту, по отношению к патрону, или в данном случае женского рода, по тронессе, да, себя ведут, что они себе могут позволить, что они себе не могут позволить. Вот на примере Матюшкина я это, как мне кажется, показал, потому что Матюшкин этот погорел вот окончательно в 1974 году, когда как раз попытался повлиять, ну, при желании можно сказать, что это тоже заговор, повлиять на Павла Петровича с тем, чтобы он заявил свои претензии на обладание троном. Вот он вошел в возраст, вот он так же, как в свое время Петр Первый вырос и начал говорить, а что это тут сестрица Софья за мной сидит, подглядывает, что я скажу. Мы уже в возраст вошли с братом Иваном, сами можем править, да. То есть вот эта историческая параллель напрашивается, и здесь на этом многое игралось, и, в общем-то, сложные отношения, как минимум, между Павлом и его матерью Екатериной, они этим были продиктованы. О чем мы тоже поговорим обязательно. И Матюшкин, он, в общем-то, как раз в 1974 году, ну, грубо говоря, на этом погорел, потому что вот вся эта история, связанная с проверкой на полувозрелость, и, значит, с этой линией, она в фильме, кстати, отмечена, что возникли сомнения, а может ли быть потомство у Павла Петровича, с какой бы стати вдруг в этом сомневаться, значит, ну, во всяком случае, так сказать, проверку, да, проверить всегда можно. И с Петром Федоровичем там были какие-то подозрения? Ну, во-первых, это все, конечно, продиктовано было борьбой за власть, которая разводила и чувства убивала сыновь к матери, материнские к сыну. Ну, тут ведь в рамках нашего разговора тут возникает же тоже какая-то человеческая драма, если угодно. Ну, трагедии не назовем, а драмой-то можно назвать, потому что для вот этой вот проверки и для того, чтобы убедиться, что он здоров и полноценен, значит, была найдена женщина, Ушакова ее фамилия, Софья Ушакова, которая тоже была фрейлиной, которая вот начала сожительствовать с этим молодым. Вот вам и еще одно полномочие фрейлиной, проверять на половозрелость. И, в общем-то, эта связь закончилась тем, что родился ребенок, и ребенка этого Екатерина II полюбила, ну, это был ее внук, ему дали, значит, очень интересное имя, мы говорили, что у него фамилия Великий, да. Но в данном случае, вот что касается его матери, природной, вот этой Софьи Ушаковой, то вот о времена, о нравы, значит, могли бы просто, я не знаю, как-то, ну, простолюдинку какую-то, вот просто примерно на полминуты отвлечемся, вот при австрийском дворе Франц Иосиф, знаменитый император австрийский, у него же тоже после смерти его, этой знаменитой принцессы Баварской, про которую фильмы сняли, сняли и прочее, ну, трагедия, вот с сыном Рудольфом, там, Майерлинг и прочее, прочее. Но последние несколько десятилетий была повариха, которая, что называется, вот еще и интимные услуги ему оказывала, ну, что же этой поварихе потом, и никаких титулов, все так прагматично по-немецки, значит, вот при выходе в отставку, на пенсию, домик, какой-то пансион, и все, спасибо, так сказать, до свидания. Никаких званий Фрейлины, никаких титулов, никаких, значит, мужей, которые могли бы, так сказать, ее повысить социальное положение. Вот это другой подход. Я, правда, даже не знаю, что человечнее, что гуманнее, что возвышеннее в этом смысле. Андрей Светенко, Екатерина Некрасова по-прежнему в студии. Итак, Екатерина Великая, Фрейлины. Давай закончим про Фрейлин. Вот вопрос такой. Невозможно, список не исчерпаем. Я только хочу сказать, что есть одна прекрасная фраза, Александр Дюмай ее произнес, только Елизавета Английская и Елизавета Вторая, значит, Российская умели быть и любовницами, и государынями для своих фаворитов. Это как бы в проброс от Фрейлин к фаворитам. Ну, это мы, конечно, без фаворитов. И, в общем-то, для истории гораздо важнее, чем они занимались днем, а не ночью, значит, в своих опочивальнях. Это вот такой вот тоже, так сказать, момент надо иметь в виду. Но, коль скоро, значит, интересный, неисчерпаемый, в том числе и к частной жизни, он вполне объясним и понятен. Тут каждый и на свой резон может что-то примерять и так далее. То он тоже, по-своему, поучительный. Вот в данном случае, вот просто завершая разговор, вот сын внебрачный Павла Петровича, императора Семёна Великий, у него мать Ушакова, она дочь губернатора Санкт-Петербурга Ушакова, писателя одного из первых XVIII века Ушакова. То есть это не просто что-то, вот случайная связь, там, бастарды какие-то, да, а вполне... Нет, но этот Семён всё равно бастардом-то и оставался. Да, да, но при этом, значит, отношение к нему было совершенно другое. И точно так же, как и вот с Алексеем Бобринским и с его отцом, там вообще коллизия произошла в шекспировские страсти. Ведь когда, значит, закатилась звезда, так сказать, и фортуны, повернулась другим местом к Григорию Орлову, то тоже встал вопрос о его женитьбе так, чтобы дело как бы отставить и... А почему, можешь рассказать, почему она повернулась к нему другим местом? Ну, во-первых, вот то, что и в фильме это показано, вот линия на то, чтобы заключить, наоборот, узы брака и как-то его интронизировать и легитимизировать. Его власть они не прошли. Почему? И, в общем-то, Екатерине... Ну, потому что это было уже нестаточное дело. Она всего-навсего, так сказать, супруга, внука Петра I, так сказать, по каким обстоятельствам она официально занимает трон в силу смерти своего супруга, да, при малолетнем сыне. Отсюда, кстати говоря, вот, пожалуйста, ты простор, сын-то вырастет, опять-таки, и он наследник. Поэтому она вот тратит первые 15-20 лет на крепление своей позиции. А в случае, если бы она вышла замуж или была бы обвинчена, тогда что бы было? Да, в случае, если бы она вышла замуж, она бы стала, вот как в фильме сказано, она стала бы гражданкой Орловой. А императором был бы Григорий Григорьевич? Ну нет, но в глазах подданных. Это и она только теряла на этом. Она ничего не приобретала. То есть Орлов при императрице не получилось бы? Получилось бы Екатерина при императоре. Получилось бы понижение градуса, это получилось бы просто издевательство уже так над династическими всеми соображениями, да. Потому что она уже Романова только, так сказать, по мужу, да. А все остальное уже уходит совершенно в бок. И ей просто, на самом деле, грамотно объяснили, подсказали, да и она сама поняла, что вот все-таки лучше, так сказать, чистить себя под Елизавету, которая, как бы всем известно, была жена, вышла замуж за Англию. Вот в этом смысле Екатерина II вышла замуж за Россию. Это гораздо все выше. И потом делами подкрепленное вообще в какой-то момент просто снялось с повестки дня. Вопрос, хотя тревожности Екатерины по части появления всякого рода самозванцев и претендентов, ну, век-то, повторяю, был очень такой авантюрный, мошеннический, авантажный. Но вот в другой раз, кому интересно, что где-то при дворе какого-то там бельгийского, графа лимбургского, обретается какая-то женщина, которая рассказывает о себе, что она дочь Елизаветы Петровны, что она какая-то княжна Владимирская, что она, значит, вот готова возглавить Россию, ну, княжну Тараканову. Её знают у нас в истории как княжну Тараканову. Напомню, у Елизаветы Петровны не было детей. Да, бог бы с ней, с этой проходимкой всё это знает. Ну, человек просто устраивает свою личную жизнь. Кстати, граф Лимбургский в неё реально конкретно влюбился и прочее. Ну, деньги какие-то на этом она заколачивает и прочее. Нет, снаряжается операция, спецоперация во главе с Алексеем Орловым, чтобы её выкрасть. Это всё операция описана тоже в литературно-романтической, в царской охоте под видом большой любви и прочее, и прочее. Вот. Ну, в другой раз и в другая бы государственная вообще просто на эти мелочи не обращала бы внимания. Ну, а с третьей стороны, не было бы этих мелочей, если бы не было так гадательно, туманно и, в общем-то, неочевидно. Вся эта процедура, в результате которой Екатерина пришла к власти. Так вернёмся к Григорию Орлову. Что, не сложилась у них семейная жизнь официальная и? Не сложилась эта жизнь в том смысле, что, да, браком она увенчаться не могла, а потенциал Григория Григорьевича Орлова, как государственного деятеля, оказался, в общем-то, достаточно ограничен. Человек, он был такой, скорее, значит, куртуазный, опять-таки, мачо-дитя своего времени. Ну, вот я просто процитирую, что она про него говорила уже в момент этого разрыва. Григорий Григорьевич был гений, силён, храбр, решителен, но мягок, как баран, и при том сердцем курицы. Вот так вот парадоксально. Вот эта фраза даже в одну интонацию не умещается. В абсолютном смысле. Вот. И, наверное, тот факт, что вот это тоже по-своему такая двусмысленно выглядящая история, он женился на тоже фреляне Екатерины, Екатерине Зиновьевой. Вот тут нас спрашивают, слушатели, а реально ли Екатерина была столь любвеобильна и реальна, друзья мои? Вот послушайте, что Андрей нам рассказывает. Сколько, ты говорил, 20 примерно фаворитов у неё было? Ну да, ну а за сколько лет? Мы же единицы измерения. А мне кажется, даже если за... За 30 с лишним, да. Ты считаешь, это нормально, да? За 30 лет? Я считаю, что когда это не в один раз, то это не за один присест. Другое дело, что это некий тоже был институт, который... Я вот, воля божьей, не знаю, как это правильно сформулировать, да. Ну, наверное, даже по некоторым представлениям времени так вот как бы полагалось даже, чтобы так было. Ну уж какой-то повышенной сексуальности в этом смысле. Ничто другое об этом не свидетельствует. Вот так вот. Потому что обычно это как-то в других проявлениях, и Анны, и Анны той же, и Елизаветы Петровны, да и Екатерина Алексеевна Первой, значит, мы не видим интереса к занятиям другими делами, кроме личной жизни, скажем так. Это очевидно совершенно. Потенциал личности как политика. То есть удивляться в случае с Екатериной Великой стоит не тому, что сколько у нее было фаворита, а потому что она вообще занималась чем-то, кроме этого. А тому, что получается, что тогда это все тоже для некой ширмы и проформы, для того, чтобы соответствовать вот этим пресловутым знамениям времени. Я просто вот один коротенький пример, вот современник, граф Румянцев, генерал Фельдмаршал. Вот от него остался такой исторический анекдот. Он буквально вот рассказывал своим офицерам, что, значит, жена-то у меня какая, молодец, вот подарки мне на День Ангела прислала, значит, табакерку серебряную, и любовница-то моей тоже отрез на платье. Вот знал бы, кто у нее сейчас любовник, тоже бы табакерку подарил там или портсигар. Вот живут люди в одном большом доме в левом, по стороне Румянцев. И он без сарказма это говорил? Ну, естественно, тут сарказм присутствует, да. Но в данном случае это все публично, да, это все в разговоре. Вот о времена он раунд. И это, кстати, это очень интересная тема, потому что вот эта пресловутая буржуазная, ханжеская мораль, когда все прячется и прочее. И там вот из французской жизни, когда все делают вид, это все только будет где-то в веке XIX в Россию придет. А здесь вот такой вот по-детски впервые. Вот ты очень интересно рассказал про Григория Орлова, который стал... Я просто читаю новые сообщения, поэтому так немножко притормаживаю. Стал, собственно, ее другом, настоящим другом. Ты, например, вратился с любовником в друга. А, нет, это про Потемкина, а не про Орлова. Потемкин стал другом. Орлов. Ну, Орлов все-таки куда-то в сторону отошел. А, отошел. Да, у них не в отношении. Вопрос в чем? У нее все-таки она дружила с мужчинами. У нее была дружба с женщинами? Была. Да? Вот у нее... Это из Фрейлин, наверное, да? Вот одна из ее действительно подруг, это Екатерина Дашкова, или Екатерина Малой, как ее звали. Это урожденная Воронцовой, тоже отдельно взятая. Очень интересная история, которая тоже символизирует, иллюстрирует веяние века. Значит, есть семья Воронцовых, элита, аристократы, министры. У них, значит, в семье две дочери. Лизонька и Катенька. Лизонька и Катенька, которые, в общем-то, тоже такие... Бой девицы, как они познакомились, она со своим Дашковым мужем, вечером в Петербурге, в те времена девушка одна на улице в приличном состоянии появиться не могла. Вот идет офицер, ротмистер, что он видит в десятом часу вечера? Две какие-то, два воздушных юных создания, хорошо одеты, что-то такое хихикой перебегают улицу. Он за ними, вроде, я от него, не от него, и что такое. Может быть, вас проводить, там, не нужна ли помощь, да нет, все нормально, что-то такое. Слово за словом выясняется. Вот Воронцова, которая Академия наук, которая букву Ё придумала, и Лизонька Воронцова, которая станет потом любовницей Петра Третьего. Но это уже к разговору нашему, что делают Воронцовы. То есть они не ответили ему, я на улице не знакома. Они вот яйца в одну корзину не складывают, они ничего не теряют в случае любого развития событий в семье Петра Третьего и Екатерины, будущей Екатерины Второй. У них одна дочка, значит, любовница Петра Третьего, а другая лучшая подруга, никакая не фрелина. Вот это вот не было у неё никогда такого звания и статуса. Поэтому, значит, потом любят писать, что охлаждение произошло, когда Екатерина стала императрицей, ну, возвысилась. Ну, может быть, охлаждение реже стали видеться, но дружеские отношения сохранились. Я просто ещё хочу за одну минутку рассказать о том, что были и обратные, слава богу, примеры того, как люди себя вели в этой ситуации, оказавшись фрейлинами. Была такая выпускница Смольного института. Одна из золотых медалисток Евдокия Вяземская, княжна. Так вот, она, там просто история детективная. Она действительно однажды летом вышла купаться на реку в Царском селе, оставила там своё платье на берегу пруда, переоделась крестьянка и бежала, и начала странствовать. Ну, в общем, даже инсценировала свою смерть подружками. Потом, по некоторым версиям, её нашли, вернули, значит, выслушали, отпустили. Но факт остаётся фактом, что она стала повышенная религиозность. Она ушла, значит, из света, из мирской жизни. Прожила она вообще почти сто лет, умерла в 1855 году, будучи вообще, кстати, канонизирована русской православной церковью, жила где-то в какой-то избушке в Тульской губернии, Иннокене Ефросине, Ефросине Калюпановское. И вела, значит, такой подчёркнутый аскетический образ жизни, ну, даже с перекосами. То есть у неё не было кровати, она в гробу спала, значит, в мебель, ничего. Вот, пожалуйста, тоже, что называется, другая крайность от всего этого. Или безудержная моральность такая, значит, фривольность и прочее, либо, значит, повышенная вящая религиозность и аскетизм. Наверное, как результат вот отношения и выбора личности к той системе, в которой он оказывается. Кто-то принимает это, кто-то этому начинает противиться. И она действительно была даже, что называется, её благословил митрополит на этот, на юродство это, на подвиг юродства это называлось. То есть она юродивой стала. Нет, это очень интересно, действительно, с точки зрения того, что мораль была не едина, и что находились люди, которые вставали на другую точку зрения. Андрей, всё-таки про Екатерину и Павла нам надо ещё успеть поговорить. Я так понимаю, что разлука в детстве, она, конечно, сыграла свою роль. Разлука, вот эти вот отношения, которые были испорчены вот этим периодом взросления, когда становление власти Екатерины происходило, они, конечно, сыграли свою роль в охлаждении чувства уже в зрелом возрасте, уже где-то вот когда начиналась Великая Французская революция, есть такой один сюжет, просто картинка, она описана хорошо у биографов, сидели вечером, пили чай Екатерина II уже в возрасте, и уже взрослый Павел I, читали свежие газеты, сообщения из Парижа, из Парижа сообщают, что это какой-то кошмар, толпы горожан штурмуют Королевский дворец, требуют, значит, отречения, революции, там, республики и так далее. И Павел I говорит, да я бы сейчас вот пушку выкатил, да всех бы, значит, по стенке размазал, да что там с немецацкаться, разговаривать, что-то там Людовик какие-то переговоры ведёт, какой-то там в парламенте что-то обсуждает, всех растереть в порошок. Екатерина ему говорит, ты монстр, ты злодей, тебе нельзя допускать к управлению государством, ты во что-то всё превратишь. Но она и не собиралась его допускать. Ну так вот, вдруг интересно то, что если бы не собиралась, и будучи, в общем-то, человеком ни слова, а дел, она могла бы провести какой-то законопроект и передать, замыслы такие были, передать престол сразу внукам, любимому Александру, да, и Константину, там была прекрасная идея создания греческой империи или восточной империи, то есть вот Российскую империю, что есть к данному моменту Александру, а всё, что будет завоёвано, Балканы, Константинополь, ну а смысл-то вообще, это же не просто ходить с туркой, воевать, как на боксёрский ринг, подраться, всё-таки идея-то была возвращение фиала христианства Константинополя, это была цель. И она, в общем-то, во время войны 1774 года была, в общем-то, близка к выполнению, но тут помешало Пугачёвское восстание, о котором у нас уже времени говорить нет, наверное. Да, но коротко всё-таки мы скажем, что в итоге трон она завещала Александру. В итоге она ничего не поменяла, да, и она не завещала его никакому Александру, а всё, после её смерти на престол вступил Павел, её сын, всё понятно. Павел Петрович. Да, ну это уже другая история, тут тебя спрашивают наши слушатели, а какой исторической личности ты хотел бы новый фильм увидеть? Ну это, может быть, и про Павла, а может быть, и ещё про кого-нибудь, друзья. А почему про Александра Первого, что мы о нём знаем, о чём это прощавый щёголь, там, плешивый щёголь, как Пушкин писал, это человек, которого воспитывали в либеральнейшем духе, вот человек, который хотел отменять крепостное право, в общем, в начале 19-го века, не отменил, в чём дело, почему. Друзья, темы будут, вы не сомневаетесь, темы в передачах Андрея Светенко будут, их будет ещё очень много, ну а пока досматриваем сериал «Екатерина взлёт». Андрей Светенко, спасибо большое. Вопросы истории с Андреем Светенко